Вы знаете, по поводу Украины есть две точки зрения. Первая такая вот консервативно-прагматичная. Украине этот единый таможенный союз выгоден, Украине экономически целесообразнее быть вместе с Россией и так далее. Может быть, это и так. Вполне возможно, что это и так. И даже наверняка это так. Но дело в том, что есть еще один аспект, второй аспект. Сейчас в России становится душно, в политическом смысле тяжело дышать. Вся эта пасконная патриотичность, пахнущая мокрой псиной, смешивается с запахом затклого подрясника, который мы ощущаем вокруг себя. Вот эта клерикализация, эти странные речи нашей политической элиты, включая Путина, на Валдае о том, что нам нужны какие-то традиционные ценности. Нужно в башки гражданам вбивать некие духовные скрепы, чтобы у них башки, наверное, не пораскалывались. А на самом деле они от этого как раз только и пораскалываются. Фактически все наоборот. Нам нужен глоток свежего воздуха. Наша задача отказаться от этих так называемых традиционных затхлых ценностей. Нам нужна новая мораль, потому что старая мораль не может жить в новом обществе. Старая мораль не может существовать в обществе атомной энергии, в обществе лазеров и прочее, 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 прочее. В обществе сетевом, наконец. Старая мораль предполагает, например, детоубийство, о чем писал Толстой еще в воскресенье. Если вы внимательно будете читать русскую литературу, вы увидите, какой кошмар представляет из себя эта традиционная, кошмарная старая мораль, которую нам вновь навязывают. Так вот, я думаю, что ментально, психологически и морально Украине было бы хуже, если бы она сейчас может быть. Может быть, это мне кажется только присоединилась к России, потому что все-таки Украина левее России стоит, ближе туда к Европе. И ветер перемен, там чувствуется все-таки лучше, чем у нас. До нас он пока додувает оттуда, да, он уже успевает немножко протухнуть. А там и свободы побольше. Вот мы сажали своего Януковича, якобы своего Януковича, который якобы наш будет, а он, видите, все равно отваливается. Но не удерживается, не можем удержать. Я уверен, что это происходит только потому, что Россия вот качнулась вправо и назад.